Теперь начну с такой содержательной части уже. Давайте начнем с такой конструкции. Нарисуем равносторонний треугольник. Это я начинаю объяснять первую конструкцию невидимости. Нарисуем равносторонний треугольник. Нарисуем второй равносторонний треугольник симметрично относительно к первой. То есть мы идем вот так на прямую. И вот у нас получилось два треугольника. Совсем правильно. Чуть-чуть лучше нужно. Получилось два равносторонних треугольника. Таких, что вершина одного находится в середине основания второго. И середина второго находится в середине основания. Вот такая симметричная конфигурация. Теперь еще проведем два отрезка соединяющие вершины. Вот таким вот образом. и заштрихуем этим антреугольником. Вот основная конструкция. Кстати, она появилась недавно, в 2008 году. Теперь сделаем вот что. Приведем медиану во втором треугольнике, который соединяет вершину с этой точкой. И теперь рассмотрим поток лучей, которые падают вертикально вниз на эту пару треугольников. Просто будем считать, что эта пара треугольников имеет зеркальные стены. И лучи, которые вертикально падают вниз на эти треугольники, они отражаются по закону угол падения, районного угла отражения. Вот. Каждый из этих треугольников имеет углы 30 градусов, тут 30 градусов, вот эти два угла. А вот этот угол – 120 градусов. Ну, это достаточно просто видеть, потому что у равностороннего треугольника углы 60 градусов, поэтому дополнительно 290 – это будет 30, и тут 30. Ну, и тут, соответственно, 120. Вот вертикальный луч падает, он отражается. Дальше, после отражения, это пойдет под углом на 60 градусов. Почему отраженный угол 60 градусов? Потому что вот этот угол – 30 градусов. Угол, который вертикально и менее составляется стороной, будет 30 градусов, поэтому после отражения вот этот угол тоже будет 30 градусов. 30 градусов, а 30 градусов будет 60 градусов. Ну, если проведем так в прямую, получилось 30-30, 60. Пойдет под углом 60 градусов, и где-то отразится от вот этой стороны. Поскольку он шел под углом 60 градусов, а эта сторона находится под углом 30 градусов, значит, этот угол тоже будет 30 градусов, то есть он пойдет вертикально вниз. И заметим еще вот что. Понятно это, да? Вот такое, получится вот такое отражение. И заметим еще вот что, что вот у нас получился параллелограмм вот с этими вершинами. Одна, вторая, вот это вершина одного треугольника, пересечения сторон, второе, и вот эти четыре точки образуют параллелограмм. Поэтому эта сторона и вот эта сторона равны. А это значит, что после отражения всегда, то есть отраженный луч всегда отразится от стороны, не пробахнется. Никогда мимо ее не пробахнет. Так что, получается отражение, и луч идет вертикально вниз. А теперь, чтобы достичь невидимости, давайте двойную конструкцию. Возьмем два треугольника, вот таким вот образом, симметричным образом. И что у нас получится? На самом деле, можно немножечко улучшить вот эту картинку, потому что один два треугольника не более реалистичны. Поскольку вся картинка в точности симметрична, то лучше пойдет в симметричном образом. А именно, он отразится от этой стороны в симметричной точке. Потом он пойдет дальше. Соответствующий отрезок будет симметричен по этому отрезку. И отразится еще раз в точке, которая была симметрична вот этой точке. И дальше будет продолжаться движение с двух треугольника. То есть, получается вот такое движение с четырьмя отражениями, и луч идет вертикально вниз. При этом, при этом в силу опять же симметрии, вот этот отрезок равняется вот этому отрезку. А значит, прямая, вертикальная прямая, которая дальше будет, прямая вот этого луча, она будет совпадать с верхней прямой. То есть, если мы перейдем в пунктивную линию, вертикальную, то она как раз пройдет через эту точку. То есть, вот такое движение начало и конечное участок будут находиться на прямой. Вот тут, вот тут на этой картинке изображено это более четко. Вот я еще раз повторю, что вот этот отрезок равняется тому отрезку, вот этому отрезку. и когда мы удвоим эту конструкцию, мы получим вот что. Еще будет 4 треугольника. Вот. А теперь, чтобы получить трехмерное тело, трехмерное тело все-таки интереснее, потому что оно, это наша физическая реальность. Сделаем фигуру вращения. Вот у нас есть 4 треугольника, которые я там нарисовал. Вот это 4 треугольника. И теперь проведем вращение вокруг прямой симметрии в трехмерном пространстве. У нас получится вот такое тело вращения, которое, полученное вращение этих 4 треугольников. Можно себе представлять, что оно получено, вот мы возьмем цилиндр и вынем из этого цилиндра четыре усеченных конуса. То есть вот исходный цилиндр ясный виден, и четыре усеченных конуса, раз, два, три, четыре, тоже ясный вид. Когда мы выйдем из цилиндра четыре усеченных конуса, то тогда мы получим наше невидимое тело. Почему оно будет невидимое? Потому что оно будет невидимое в вертикальном направлении. То есть для наблюдателя, который находится достаточно далеко по вертикали. Если луч будет идти так, что наткнется на зеркальную поверхность, то в итоге он будет идти так, как если бы тело не было по дороге вообще. А если он пройдет снаружи или внутри, то тем более он пролетит, ничего не заметит. И поэтому наблюдатель не будет видеть ничем. В АВЭРО мы сделали конструкцию, не совсем такую, но один из вариантов трехмерной конструкции, который предполагал, что он будет невидимым. Ну, удалось достичь некоторого эффекта, но из-за технических эффектов все-таки не удалось достичь того, что хотелось. Все-таки невидимость не получилась достаточно хорошей. Вот. Теперь, когда найден, по крайней мере, теоретически, объект невидимый из этой точки, возник вопрос, а можно ли придумать тело, которое было бы невидимым из двух точек? Вот. И оказывается, можно. На самом деле, мы смогли построить тело невидимое из одной, из двух, из трех точек. Нет, из одной из двух точек, а также в одном, в двух и в трех направлениях. Вот. А открытым остается вопрос, можно ли придумать невидимость для большего числа точек, например, для десяти. Можно ли придумать тело, которое было бы невидимым из трех точек одновременно, или из десяти точек одновременно, или из десяти направлений. Вот это остается открытым.